История царя Шломо Рождение Шломо Царь Давид стоял на крыше своего дворца и смотрел вниз на город. С ним рядом стоял пророк Натан. «Смотри, — сказал Давид, — вот я живу во дворце Искедра, а ковчег завета находится в шатре. — Позволь мне построить для Бога прекрасный дом из камня и из кедра. — Делай так, как подсказывает тебе сердце, — ответил Натан. Той ночью Бог говорил с Натаном и сказал ему, «Вернись к Давиду, слуге моему, и скажи ему, «Ты не построишь мне дом, потому что ты человек войны. Вот у тебя родится сын, который будет человеком мира. Его имя будет Шломо. Твой сын Шломо построит мне храм». Вскоре после этого у подшевы жены Давида родился сын. Давид назвал ребенка Шломо, что означает «мир». Маленький Шломо воспитывался во дворце вместе со своими старшими братьями, а их было очень много. Но ни один из братьев не мог сравниться со Шломо. Загадай ему любую загадку, он отгадает. Заговори с ним на любом языке, он поймет. В Иерусалим приходили жители самых разных стран, рабы и князья, плотники и кузнецы, купцы и моряки. Шломо разговаривал со всеми и с каждым на его языке. Те, кто слышал его, говорили с улыбкой, «Скоро этот мальчик начнет понимать язык зверей и птиц». Именно этого и хотел Шломо. Он часто склонялся над муравейником и смотрел, как длинная вереница муравьев тащит кусочки пищи, чтобы сделать запас на зиму. Он прислушивался к кукованию кукушек в саду. Он пытался понять язык животных из отцовских стоил, язык ослов и валов. Все живое было ему интересно. Закон Бога Шломо знал почти наизусть. Пророк Натан очень любил Шломо. Из всех своих сыновей Давид выбрал Шломо, чтобы тот царствовал после него. ТОНГО ЗАГАЛЬБА ИНТРИГУИТАЧНОВ АЛЬМА